привет друзья вы на канале сибирский пилигрим сегодня у меня видео немножко не по моему профилю но думаю может быть кому-то она будет полезно дело в том что у нас пришли крещенские морозы пришлось воспользоваться автомобильным электроподогревателем который установлен у меня в машине стоит он уже второй год в прошлом году никаких нареканий к нему не было а вот в этом когда включил я столкнулся с плохой циркуляции тасова то есть до термостата как бы шланги прогреваются а дальше циркуляция слабая шланги чуть тепленькие ну и машина плохо заводится мороз причины тут могут быть две либо плохая работа либо вообще не работает тэн в подогреватели либо в системе воздух значит при включении через определенное время трогаю сам нагреватель корпус его он горячий как бы в инструкции заявлено что там он должен нагревать до 70 градусов потом срабатывает реле отключается при охлаждении он потом опять включается вот такая система значит вот этот вот подогреватель у меня без помпы они есть двух видов это не реклама сразу скажу просто мне его посоветовали значит при покупке при покупке стал вопрос какой покупать с помпой со своей либо без помпы значит на вопрос мне продавец ответил что если вы не торопитесь как бы это самое то лучше взять без помпы нагреваться будет немножко дольше то есть за счет тепловой циркуляции тасова помпа принудительно гонит но причина в чем что помпы часто выходит из строя йоги естественно никто там не меняет придется покупать новый подогреватель ну поскольку у меня не было такой вот срочности прогрева машины я решил остановиться на варианте без помпы как бы повторюсь прошлый год отработала нормально вообще без проблем в этом году вот столкнулся значит что я делал как обычно ходить или знают как выгоняется воздух при работе нагревателя корпус горячий значит проблема в том что в системе находится в причем воздух находится где-то верхних патрубках шлангах потому что печка работает нормально температура нормальная именно при работе именно при работе нагревателя тасол циркулирует плохо ну значит что я начал делать как обычно заехал передом на подъем завел машину жал патрубки да какой-то там воздух выходил расширительный бачок но думаю все включаю подогреватель нет опять циркуляции практически нет но их как бы оставался один вариант слить тасол и залить его заново гараже у меня ямой нету ехать значит на станцию техобслуживания как-то не серьезно сливать заливать тасол на эстакаде холодно ну думаю посмотрю что можно еще сделать и сейчас я вам покажу двигатель у меня укрыт войлоком это лучшее автоодеяло так ну и что я сделал то есть нагреватель стоит внизу на крепится креплению подушки двигателя и вот он идет 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 вот этот шланг от него значит шланг был горячий а уже термостат у чуть тепленький подходил патрубок значит что я посмотрел вот он расширительный бачок у меня и вот как бы спланировать вот так вот наверное самая высокая . самая высокая . это вот эти два шланга то есть воздух где у нас самой высокой точки что я сделал открутил вот этот делал все по очереди открутил один хомут сдернул тасол не полился естественно потому что выше расширительного тут его при выключенном двигателей как бы не должно быть нужен помощник значит открутили с товарищем крышку он обхватил руками а я значит на сдернутом патрубки зажал паль одни одной рукой одним пальцем зажал патрубок а другой ну как его назвать штуцер на который одевается этот патрубок ну все товарищ дует я убираю палец со шланга пошел посол я его зажал потом он дует расширительный бачок я убираю палец со штуцера все пошел тасол зажал и одел шланг закрутил точно так же сделал со вторым ну как бы я был не очень уверен но когда включил подогрев все стало на свои места циркуляция пошла нормально то есть воздух был верхних вот этих вот шлангах ну и точно так же я думаю можно выгонять воздух при замене тасовок когда сливаешь его при воздушных пробках и прочее думаю друзья это видео вам будет полезным потому что я долго искал решение но нашел его без слива и залива тасова желаю удачи без поломок на дорогах до свидания до новых встреч